Блокнот Волгодонска продолжает подводить итоги 2021 года в различных сферах и системы образования тому не исключение. О скандалах и достижениях в сфере образования в уходящем году смотрите далее. Я думаю, что в связи с коронавирусной инфекцией, со всеми запретами, детям очень тяжело принять это все, потому что они полностью не понимают данной ситуации, потому что это дети. И очень сложно в этой ситуации родителям, потому что на них легла большая ответственность за обучение, то есть они стали и репетиторами, и мамами, и папами. То есть родителям очень сложно. Ну и, конечно же, педагоги, они страдают от того, что они не видятся, да, онлайн мероприятия, это тоже как бы тяжело проводить, поэтому тяжело всем. Я думаю, конечно же, понизилось образование в таком случае, потому что когда ты общаешься с человеком очно, это уже одно, а если ты онлайн, то все равно это немного хуже. Мне кажется, что все-таки качество образования снизилось, потому что я еще 11 класс, и к ЕГЭ очень мало готовят. Вот у нас на днях было пробное итоговое сочинение, и за счет того, что в первом месяце учебы был карантин, мы очень мало писали сочинения. Сейчас учителя стараются давать нам больше материала, но все равно как-то хромает. Мне кажется, что все-таки поступить мне поможет не школа, а интернет-обучение, всякие вебинары от интернет-школ, потому что в школе дают не так много материала, как все-таки в интернете. Ужасная система образования. Почему? Потому что очень много ненужного материала, который просто после выпуска забывается. То есть нужно просто, что я считаю, сделать, это просто учить тому, что надо по жизни, и всякие предметы вводить, которые понадобятся. Также получается взять тоже ситуацию с ЕГЭ, когда нас просто загружают ненужными предметами, к ЕГЭ почти не готовят, и все. И всю информацию, как он сказал, получаем просто от репетиторов курсов. Систематизировать так, что, допустим, вот так же. Например, именно если брать 11 класс, то получается взять какой-то бланк, заполнить, что ученикам интересно, что они будут сдавать, на кого они будут поступать, и из этого сделать список того, что нужно, я считаю. Но можно, допустим, на наш город сделать разные классы под разные направления, допустим, классы, я за класс такого-то, такого-то, и по разным школам раскидать, и все. У меня сейчас дети ходят в подготовительную школу, да, вот, в Истоке, и из-за того, что дистанционка, работает мама, а не учителя. Я с ними занимаюсь, им темы рассказываю, не учитель, а мама. Вот ребенок больше пяти минут не должен сидеть за компьютером, дошкольник, все. В музыкальной школе только по специальности, вот ребенок входит в скрипку, она посещает, а остальное на удаленке, так же мы сидим и занимаемся сами. То есть родителям нужно получать еще и педагогическое училище? Да, да, да. Пед училище у нас в городе есть, следовательно, родителям уже собраться и пойти туда? Да, можно родителям уже платить за это деньги, что родители сидят и учат детей своих. Редактор субтитров.